За 10 месяцев в бюджет региона поступило более 187 миллиардов рублей. Но выполнить задачу по наполняемости казны получилось не у всех. В аутсайдерах аж 12 районов. В их числе Горячий Ключ, Усть-Лобинский и Новопокровский районы. У них собственные доходы даже ниже, чем в прошлом году. Глава региона отметил, что ждать помощи от федерального или краевого бюджета не стоит. В нынешней непростой экономической ситуации нужно учиться зарабатывать самостоятельно. Такова позиция Вениамина Кондратьева. В нынешних экономических ситуациях, непростых экономических ситуаций, глава муниципального образования должен быть не только руководителем района, он должен быть менеджером. Я в целом и коллег в крае нацеливаю на то, чтобы они сегодня научились зарабатывать. Они тоже должны стать менеджерами, в том числе и вице-губернаторы, и министры. Это не чиновники, это управленцы. Надо уметь зарабатывать, надо искать те точки роста. Но по-другому мы не можем, потому что сегодня люди, они нас надеются. Они верят в то, что по крайней мере, как у этих 12 муниципальных образований, хуже не станет. Я еще подчеркиваю, по крайней мере, их надежда, что хуже не станет, мы должны оправдать. Однозначно должны оправдать. Еще один вопрос на повестке дня – это готовность предприятий ТЭК к зимнему сезону. Впрочем, ощутимое похолодание синоптики прогнозируют уже на этой неделе. Без сбоев организовать подачу тепла необходимо в каждый дом, поставил задачу глава региона. При этом важно проконтролировать качество услуг, которые предоставляют газоснабжающие организации, акцентировал Вениамин Кондратьев. Зимой люди нередко жалуются на то, что батареи в их квартирах едва теплые. У нас газоснабжающие организации, они очень принципиально требуют плату за газ, особенно от населения. А вот качество подачи газа, порой, тоже разное. Мне очень важно, чтобы не только они к жителям могли свои финансовые взыскания предъявлять, но и к ним, к газоснабжающим организациям, мы должны предъявить требования, чтобы качество газа жителям, населению нашего края было надлежащим. Абсолютно верно, Андрей Миланович. Такая ситуация находится на контроле в муниципальных образованиях, в министерстве технических. Вот я сейчас подчеркиваю, если люди будут не жаловаться, что они платят исправно, а в зимний период колонка еле горела, газовая, то я принципиально буду заниматься теми газоснабжающими организациями, которые это допустили. А если вы берете деньги, значит, услуги сделаете качественно и на все 100%, чтобы люди не жаловались, что помимо того, что газ горит, за который они платят, они еще и тремя одеялами ночью укрываются. Это вообще не пойдет. Готовы к ухудшению погоды должны быть и коммунальные службы, распорядился губернатор края, чтобы в случае обильного снегопада вся техника смогла тут же выйти на расчистку дорог и тротуаров. Министерством транспорта и дорожного хозяйства все 100% организаций, занимающихся содержанием автомобильных дорог Краснодарского края, проверены. Проверено наличие и работоспособность специализированной техники по уборке снежных заносов. Вы не просто наличие техники проверьте, вы ее состояние проверьте. Она должна быть в рабочем состоянии. Она технику показывает, покрашенная, которая здесь лет, стоит в одной краске, понимаете, подновляет только. А когда снег начинает выпадать, она почему-то на улицу-то не выезжает. Это очень парадокс. Особенно в ночное время. Идет снег, не надо ждать, когда все пойдут на работу. Все. Предусмотрите, такой график. Пошел снег, даже если он пошел в час ночи, в два ночи, в три ночи, машины снегоуборочные и техника должны выйти на улицу. Отдельное внимание глава региона уделил вопросу бесперебойной работы энергосистем в случае ЧАЭС. Так, при прогнозе ледяного дождя, все аварийные бригады должны нести круглосуточное дежурство. Состояние растерянности во время природных аномалий просто недопустимо, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ.